сегодняшняя моя тема это бизнес атоме я сейчас представлюсь для тех кто меня не знает или видит первый раз меня зовут наталья шины я мастер шаронской розы я живу в городе алматы республика казахстан в атоме я регистрировалась почти ровно два года назад 18 марта 2019 года да уже два года пролетела с той поры очень много очень много изменений которые произошли вот что хочу сказать сегодня я расскажу вам о бизнесе о маркетинг плане вот кто хочет про деньги узнать давайте сейчас узнаем очень полезную информацию владимир рассказал прям я каждый раз слушаю и каждый раз заново хочу зарегистрироваться после таких презентаций потому что действительно настолько компания она гармоничная и она настолько добрая что невероятно то что каждый может действительно реализовать свои цели и мечты именно с компанией атоме так давайте да кто про деньги хочет узнать рассказывайте посмотрим или может быть про деньги не интересно хочу сказать вот такие вещи я мои останавливаем свое видео да потому что она может мешать в целом с интернет соединению вашему и другим партнером и так значит я для вас подготовила такую небольшую презентацию потому как доски у меня сейчас под рукой нет чтобы вы могли видеть у меня есть возможность демонстрации экрана секундочку друзья вы мне пока напишите видно вам экран как мне чат пропал вина видно давайте еще со второго устройства зайду чтобы было видно ваше сообщение то это мне кажется символ того как мы идем сейчас большими семьями шагами с компанией так значит компанией атоме мы два года уже работаем ну в смысле мы это я и команда сразу приступим к теме откуда берутся деньги вообще это такой очень интересный вопрос и может быть сначала он не всегда понятен да и может быть действительно вначале не все погружается задаются таким вопросом и погружается в эту информацию благодаря владимиру эту тему мы изучили и каждый раз при презентации я наверное уже не знаю сколько раз я уже пересматриваю маркетинг маркетинг нужно пересматривать от разных спикеров и много-много раз я наверное уже не знаю даже посчитать сложно сколько маркетинг планов я пересмотрела и каждый раз какая-то информация она западает кстати могу сказать что маркетинг план за все время ни разу не поменялся в худшую сторону для партнеров один раз он изменился но в лучшую сторону в начале регистрация была платная потом ее сразу же отменили но представляете что за одиннадцать с лишним лет вот в этом году уже двенадцать лет компании будет маркетинг план не меняется и не ущемляется до права и так далее партнеров потому что ну презент компании он действительно преследует цель его миссия наверное нести добро и чтобы люди зарабатывали вот это самое главное вот откуда берутся деньги вот сейчас мы рассмотрим с вами левую сторону экрана где написано товарооборот что же что о чем же это диаграмма а не диаграмма а график что по законодательству кореи все видят с левой стороны и черненький такой кружочек по законодательству кореи не больше 35 процентов в качестве вознаграждения в сеть может отдавать сетевая компания это по законодательству республики кореи поэтому так как это предел 35 процентов то столько и отдает компания томе максимально партнером компании 35 процентов 15 процентов компания оставляет себе прибыльный товарооборот вот мы видим да если там 30 это от прибыли 35 плюс 15 50 процентов то есть прибыльный товарооборот не больше 50 процентов мы рассматриваем во всех маркетинг планах которые вы видите на официальных страницах в роликах и презентациях партнеров вот с этим сейчас все понятно вот с левым графиком то есть мы левый график это вообще в целом про товарооборот про деньги которые поставьте плюс если этот понять и минус если не понять непонятно сейчас смотрю ставим ставим не стесняемся да то есть если мы смотрим рассмотрим значит весь товарооборот в компании то мы видим что 35 процентов отдается в сеть а 15 процентов компания себе оставляет теперь так все чуши 7 человек ответить кому непонятно поставьте это важно потому что дальше мы будем рассматривать конкретно по прибыли отдавать сеть это значит на вознаграждение партнером даже сетевая компания так отлично если всем понятно да вот я ответила да на ваш вопрос отдавать на вознаграждение партнера теперь мы берем и смотрим правую сторону экрана здесь мы рассматриваем вот эти 50 процентов да эти 50 процентов здесь вы видите point value это баллы которыми мы измеряем вы видели да у каждого продукта есть свое количество пиви пиви и баллы это все одно и то же вот и видим что у каждого товара есть определенное количество пиви у нас нет закрепленного коэффициента какого-то что пиви равен там столько-то столько-то долларов или какой-то другой валюты да потому что как бы у каждого товара в зависимости от будет разное количество пиви вот мы знаем что например химахим он стоит 7000 рублей мы сейчас привязаны к российскому офису поэтому мы на сайт отоми.ру мы 7000 рублей это примерно 7000 42 тысячи тенге примерно 100 долларов вот так теперь мы рассмотрим значит смотрите когда мы здесь видим вот такое такие цифры о чем это говорит что видите здесь 44 26 процентов и 30 когда мы берем показатель прибыли и делим 44 процента 20 и 6 это всего 70 процентов правильно 70 процентов компания дает в пиви если мы смотрим это на вознаграждение партнером каким образом 44 процента отдается по бинарному вознаграждению у нас она называется спонсорское вознаграждение вот 20 процентов отдается мастерство за мастерство мастерское вознаграждение и 6 центром образовательным центром в казахстане называются маркетинговые центры и 30 процентов отсюда видите другим цветом выделено компания забирает себе это мы рассматриваем прибыльный товароборот который видели здесь я вам говорила 50 процентов мы сюда переносим и берем за 100 да и делим из них 70 процентов уходит в сеть 30 процентов компания себе оставляет поначалу может быть много чего непонятно потому что это цифры и здесь нужно погружаться сегодня я не буду углубляться в маркинг план потому как его надо не знаю раз 100 пересмотреть чтобы все нюансы понять чтобы не загружать через ваш мозг да мы сегодня поем по основам вот поэтому сначала по этой части решите здесь все понятно на можно в чат отвечать 40 и сейчас мы с вами дальше будем разбирать что за эти вознаграждения что за 44 что за 20 процентов что за 6 и так далее 2 на этом слайде здесь все понятно отлично так так видимо включилась сейчас пока она подсоединяется ответ на вопрос от марины 35 процентов от общего товарооборота компания дает 70 процентов от прибыли разницу нужно чувствовать разные немножко вещи есть товарооборот есть прибыльный товарооборот или пиви и по маркетинг плану распределение прибыли и ведет именно через распределение пиви так наталья переподключилась так она зайдет поднимет руку и увижу продолжит сейчас стоит сама продукция ну да это упрощенный такой вариант объяснения но он очень близок к правде для простоты понимания этого понимать достаточно пиви которые вы видите у продуктов это примерно та прибыль которая получает компания с продажи какого-то продукта и 70 процентов этой прибыли распределяется между партнерами 100 процентов остается компаний если есть у кого-то еще какие то вопросы обязательно задавайте спасибо мне он тоже очень понравился это был тот момент когда я еще дополнительно порадовался что мы попали в канализский лидерский клуб так наталья переподключилась я удаляюсь так я вернулась соскучились уже наверное спасибо владимир я думаю что ко мне не было дочку пока меня не было я вижу что вы отвечали на вопрос так сейчас включу демонстрацию дальше демонстрация так по вопросам я 50 процентов это стоимость самой продукции владимир уже ответил и вот здесь вот марина пишет если по законодательству не больше 35 процентов то как 70 дают в сеть вот смотрите с левой стороны мы видим 35 и 15 процентов это 50 процентов прибыли мы ее берем и переносим вот вот сюда и берем за 100 процентов чтобы разобрать сколько из них куда уходит понимаете что вот эти 50 процентов мы на этом на этой картинке представили в виде 100 процентов по сути мы взяли вот 50 процентов и разбили ну чтобы было понятно округлили до 100 во всех маркетинг планах представлен именно этот вариант для того чтобы люди не запутались но нам с вами так как мы с вами мы с вами занимаемся бизнесом необходимо понимать что откуда берется и куда втекает и вытекает да вот поехали дальше если с этим все понятно а вот еще почему никто не спрашивает что за цифры вот эти как вы думаете что это за цифры сейчас посмотрим кто догадается давайте по предположению мы не спим у нас еще куча важной информации впереди вот да и жан хотелось бы что за цифры ну как вы думаете давайте посмотрим нужно мозг разминать да и дать предположение ваше почему-то я на своем видео не такая желтая а смотрю на смартфоне прям совсем желтая так 6 процентов да товароборота компании идет на вознаграждение центром 266 количество дней пишет МЦ маркетинг центры да это количество маркетинговых центров ну образовательные маркетинговые центры это одно и то же просто по законодательству Казахстана слово образование могут использовать только те учреждения которые имеют лицензию да и для того чтобы не усложнять работу наших партнеров компания в терминологии называла центры в Казахстане маркетинговые центры да вы правы что это маркетинговые центры это количество Россия Казахстан Кыргызстан 266 центров в России 62 центра Казахстан 31 центр Кыргызстан Кыргызстан это на сегодняшний день да ну что касается вот этих целей потому как в принципе только вчера по-моему узнали об этой информации очень интересно поехали дальше вот такая бинарная структура у меня она не очень красивая получилась вот но суть этого не меняется когда вы зарегистрировались в компанию у вас вам присылается айди так есть у нас все у нас здесь зарегистрированные партнеры есть не зарегистрированные у кого нет айди у всех есть это ваш порядковый номер когда я зарегистрировалась в компанию значит мой мой номер там 12 миллионов 900 с лишним да на сегодняшний день какие у нас регистрации с какими цифрами кто какие сейчас идут цифры три первые цифры напишите три четыре первые цифры уже 26 миллионов да представляете вот я два года назад зарегистрировалась и получается у меня там 12 миллионов 900 сейчас 26 миллионов то есть это в два раза больше буквально два года и уже такие огромные цифры это потому что за это время открылось достаточно большое количество стран вернее не небольшое количество стран а стран с большим количеством населения да это какие страны у нас у нас сейчас с вами обучение и закрепление сразу наиболее эффективно всегда в процессе диалога закрепляется информация да 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 кто знает мои эфиры я всегда работаю с обратной связью потому что это самый эффективный способ обучаться по крайней мере чтобы люди были во внимание включались в работу китай-индия китай-индия какие вы молодцы сразу видно что в курсе дела в курсе дела нужно быть постоянно потому что ну в этом заключается наш бизнес нужно отслеживать все чаты когда мне говорят партнеры что у меня слишком много чатов в смысле у партнера много чатов то знаете как показатель в атоме успешности как дистрибьютор это наличие у вас определенного количества чатов первое и второе сколько чатов вы создаете в день чем больше значит тем вы в теме как говорится смотрите отлично спасибо большое всем за участие мы видим что на сегодняшний день у нас очень большое количество регистраций вот и айди это ваш порядковый номер вот и именно с помощью этого номера вы имеете возможности ваши партнеры покупать по ценам от компании атоме да то есть мы знаем что не зарегистрированы партнеры они не могут физически купить продукцию поэтому в любом случае неважно партнер пришел на бизнес или на продукт мы его регистрируем для того чтобы помочь ему покупать в нашем интернет-магазине после того как вы зарегистрировались получили свой айди вы видите здесь на схеме левую и правую веточку у вас появляется два отдела продаж сейчас мы рассматриваем один из видов вознаграждения это спонсорское вознаграждение бинарная структура бинарная от слова be что означает 2 а понятие взятая из математики перенесенная в экономику почему 2 потому что здесь у вас всего две веточки веточки ножки ручки кому как нравится в общем представьте себе что у вас два отдела продаж левый отдел продаж и правый отдел продаж когда вы зарегистрировались под каждый айди под свой айди вы можете зарегистрировать только двоих человек например система всегда регистрирует первого человека влево то есть если вы зарегистрировались и следом регистрируете своего там родственника или друга подруга система поставит вас вам этого человека с левой стороны. Второй человек под своим ID вы регистрируете, и он встает в правой стороне. Третьего куда? Можно поставить, я специально здесь не написала цифры для того, чтобы мы с вами поработали и посмотрели, кто как думал. Третьего человека куда мы ставим? Слева или справа? Это в чат написано. Под первого, слева, под первого, лево, 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 слева. А почему слева? Все залево. Ну, да, слева вниз. Выстроим паровозиком, вы видите, поэтому здесь у меня нет разветвлений, потому что это отдельная тема, называется эффективное построение структуры. рекомендую посмотреть ролик Владимира Хигай на Ютубе. Называется эффективное построение структуры. На самом деле можно поставить третьего человека хоть влево, хоть вправо. Берем ID либо первого, либо второго человека и выбираем, куда поставить. Слева или справа? Ну, спонсорских веток, на самом деле, у вас, вот вы зарегистрировались, у вас есть слева-лева и справа-лева. Так называемые спонсорские ветки. Поэтому здесь вы выбираете сами. Компании у нас здесь нет такого понятия, как количество, человек, потому как мы смотрим по товарообороту. На самом деле там, например, сто человек могут покупать как тысячу человек. Но в начале, когда мы строим структуру, мы смотрим, чтобы примерно по количеству людей было одинаковое слева и справа. Поэтому здесь вот отсматривайте. Сейчас, например, я уже не вижу количество своих людей, я вижу только товарооборот. Кто-то запрашивает управление моим экраном, пока давайте не будем. Поэтому здесь мы что делаем? Мы регистрируем слева и с правой стороны друг с паровозиком. Мы не ставим во внутренней веточке, дальше я покажу, куда не надо ставить партнеров, а друг за другом колбаска это называется паровозиком, кому как нравится. Друг за другом сюда, 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 сюда. Смотрим, чтобы по количеству людей примерно было одинаковое количество. Вот. Теперь что происходит? Когда вы набираете, вы пришли на продукцию, допустим, вам понравилось щетки, пасты, хим-хим, не знаю, что угодно. Как только вы набираете 10 тысяч PV, это может быть не за один раз, а за раз. Как только вы набираете 10 тысяч PV, это примерно около 30 долларов, то у вас что происходит? Учет начинается с этого момента начинается учет групповых баллов. И, соответственно, это означает, что если вы также строите структуру, то у вас появляется возможность зарабатывать деньги. Напишите сейчас мне в чат, у всех есть учет групповых баллов, у всех есть 10 тысяч PV и больше на личном товарообороте. Ну, ваши личные баллы, они никогда не сгорают при условии активности кабинета. В условии активности кабинета покупочка один раз в год любого продукта на любую сумму. Да, вот правильно Айгуль тут пишет, нужно сделать баланс в обоих веках. Да, есть, да, да. Ох, какие вы молодцы, конечно. Ждем открытие Турции, супер. Мы тоже ждем открытие всех стран, обязательно везде будем ездить, везде будем поддерживать, проводить семинары, вот, поэтому это очень здорово. Да, конечно, есть. Ну, а вдруг здесь новички, кто еще думает, надо ли это или не надо. Грузию жду. Да, Грузия тоже чудесная страна. Пока нет PV, Турция нет. Да, с Турцией есть определенные моменты в плане таможни, да, если, например, когда Казахстан открылся, я об этом еще расскажу, мы имели возможность покупать, сами деньги за доставку и с Кореей, и с Россией, но наше таможне пропускало, в Турции таможня щепетильно к этому относится, то есть по законодательству там БАДы и косметику нельзя провозить, поэтому сейчас наши партнеры в Турции ждут открытия для того, чтобы покупать на своем уже сайте, вот это очень здорово. Рекомендую поэтому, кто еще не имеет баллы, да, личный товарооборот, соответственно, как минимум 10 тысяч PV сделать личный балл для того, чтобы ушел учет групповых и накапливались баллы ваших людей. Дальше едем. Да, здесь вот хочу сакцентировать внимание на вот таких вещах, что бинар бинару рознь, да, кто слышал, кстати, кто слышал, что сейчас отвечу на ваш вопрос, кто слышал, что бинар это плохо? Сейчас сразу все вопросы закроем. Кто слышал, что бинар это плохо? потому что мне тоже неоднократно задают такие вопросы, задавали, вот, и поэтому эти моменты есть, их нужно осветить, что бинар бинару рознь, да, кто-нибудь слышал, что бинар это плохо? Если никто не слышал, то отлично, теперь будете знать, что бинар бинару рознь, если говорят, что бинар это плохо, просто люди не разобрались. Иногда во многих бывают компании недобросовестные, которые используют бинарную систему для обращать внимание при бинаре. У нас не классический бинар, у нас нет понятия личник, да, кто был в сети, знает, в сети, это значит, кто имел опыт сетевого маркетинга в других компаниях, не знает, что такое, ну, это лично приглашенный партнер, у нас нет такого понятия, потому что у нас не классик, у нас бинар, и то не классический, да, скажем так. Да, бинар с личниками проходили. Вот здесь вот разные вещи, сейчас расскажу, какие. У нас нет ограничений в глубину, есть такое в компаниях в разных, ну, не во всех, а в каких-то определенных, что, почему вот тут иногда люди спрашивают, например, если первые там 500 человек ваши не работают, то это ничего не значит, да, если их аккаунты деактивировались, или они там перестали покупать, у нас нет ограничений в глубину, то есть все ваши партнеры, которые ваши партнеры и партнеры ваших партнеров делают покупки, это все трубовой товарооборот, да, все, что слева происходит, вот, это с левой стороны идет кучу от трубовой баллов, то, что справа покупают, да, это справа, ну, естественно, при условии наличия 10 тысяч пиви личного товарооборота. у нас нет ограничений ни в глубину, ни в ширину, нет понятия золотой треугольник, мы сейчас не будем, да, углубляться в это понятие, потом можете прогуглить, посмотреть, мы не зарабатываем с приглашения, вот здесь очень важно понять про деньги, да, что именно у нас в компании мы не зарабатываем с приглашением, мы не зарабатываем на маржинальности, знаете, есть компании, в которых, допустим, если вы бизнесом занимаетесь, то вам там 50% скидки, да, дается, вот, это все, естественно, идет, что? Это сам маркетинг, когда мы, на самом деле, понимаем, да, из чего состоит продукция, какая-нибудь стоимость и не стоимость, и что, кто за это все платит, да, это потребитель. У нас нет такого, на что империал мастер будет покупать по этой цене, что просто новичок вчера пришел, он тоже будет покупать по этой цене, мы не зарабатываем с этих вещей, мы зарабатываем с товарооборота, который мы создаем в системе, да, слева и справа. Нет платы за регистрацию, это важно, то есть мы, знаете, да, есть компании, в которых, чтобы заниматься бизнесом, необходимо оплатить регистрацию, у нас этого нет. Нет ежемесячных закупов, что убивает, да, в целом, партнеров сетевых компаний, что есть ежемесячные покупки, каталожные покупки, у нас ничего этого нет. То есть человек может прийти и быть просто покупателем, покупать и со временем, допустим, принять решение делать бизнес, и все это у него так вот органично перерастает. Вот здесь посмотрите, такая схема, сразу хочу обратить ваше внимание, что на предыдущем слайде вы видели всего две стороны, вернее, две колбаски условно. Здесь вы видите, мышку мою видно, вот так, когда я показываю. Напишите, пожалуйста, а то я буду показывать, и это видно, отлично. Вот смотрите, если мы берем предыдущий слайд, вы видели, там две колбаски друг за другом, вот она ваша колбаска, вот вы, вот ваша колбаска прошла слева по левой стороне и так далее. Вот сюда мы не залазим в внутренние стороны ваших партнеров, брат, сват, друг, дочь, мать, мы сюда не залазим, почему? Потому как мы сделаем медвежью услугу для своих людей, которых мы сюда поставим, то есть они останутся без вашей поддержки. И плюс к тому, что дальше ранги вам закрывать будет сложно, если вы размажете всех своих людей. Нужно ставить друг за другом слева по левой стороне и справа вот по левой стороне, сюда, сюда, сюда. Это здесь показано просто, что ваши люди, если будут работать, то они вот начинают приглашать, вот допустим, вот этот человек, да, номер один, он пригласил человека. И вот его спонсорская сторона тоже полево пошла, да, видите, сюда, 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 сюда. А для вас это все слева, и получается, люди, которые будут покупать, неважно, для бизнеса или просто для себя, весь товарооборот, он будет считаться вот с этой стороны, это слева, без каких-либо ограничений, глубины. а с этой стороны, все, что вот здесь люди купили, это будет идти вам правая команда и правая команда. Видите, здесь написалось, что групповой товарооборот, независимо, неважно, кто пригласил данного партнера, обязательно, потому что у нас нет понятия личник, вот, это очень здорово. Сейчас почитаю ваши сообщения. Кому впервые рисуешь, сразу говорят, похоже на пирамиду. Да, мы сейчас это тоже разберем. Я пришла в том числе, потому что здесь нет лично рекомендованных, пишет Лариса, и нескольких цен. Да, на самом деле, как говорят умные люди, сначала разбираются, потом делают выводы. Поэтому необходимо сначала разобраться вам самим, что есть шток, что такое бинар, почему он другой, почему у нас здесь, что такое вообще пирамида, надо разобраться, и что такое сетевой маркетинг, финансовая пирамида, и так далее. Вот сейчас пришли. Вот мы сейчас что видим? Вы можете писать. Вот что вы сейчас видите на экране? У меня, по-моему, смартфон отстает. Вот ноутбука. Пирамида, еще кто что видит? Треугольник. Калмира. Пирамида. Трапеция. Конус. Ребята, не стесняйтесь, мы пишем. Знаете, даже, почему я всегда это проговариваю на всех эфирах, необходимо всегда быть, как сказать, в потоке, в каком плане, всегда быть в диалоге, потому что это важно, даже если уже ответили, даже если вы думаете, что это не важно, ваше мнение, уже 100-500 человек ответило, всегда пишите. Почему? Потому что это ваше участие, то, что вы написали, это вам поможет и поможет другим людям не стесняться, это вы открываетесь, вы светитесь. Вот все, что вы пишете, я вижу каждого партнера. И вот это очень важно. Я своих партнеров всегда учу, всегда отвечайте. Смотри, чтобы ваши спонсоры все отвечали, и тогда видно, что команда вся принимает участие. И это всегда очень отражается на результатах, поверьте мне, на результатах каждого человека, который вот так вот светится. Хотите, чтобы деньги к вам пришли, и вам нужно показать себя. Так, айсберг, треугольник жизни, треугольник с линией посередине. Здорово. Самый справедливый маркетинг, похоже, описание бинаров шагом, уровни достижения, видно, что больше людей зарабатывают. Отлично, да, ребята, чтобы это была пирамида, и сюда нужно дорисовать, да, еще вот так вот. Это у нас треугольник. На примере треугольника я хочу показать вам, как и что такое, почему компания отличается. В компании мы знаем, что мы зарабатываем за счет товарооборота, выстроены правильные структуры, да, если в предыдущем слайде вы видели, у нас есть левая и правая сторона. Когда у нас слева и справа проходит определенное количество товарооборота, мы имеем возможность зарабатывать деньги. Каждый день система проверяет в 0.00 по корейскому времени, отсюда мы сами считаем, сколько у нас, в Казахстане это 21.00, в Турции получается это 18.00, да, будет. В это время система проверяет, есть ли определенное количество товарооборота у вас слева и справа. Если мы смотрим 300 тысяч, то это накапливается, то есть вы можете накапливать эти баллы, хоть сколько, да, у меня есть кейс в команде, когда через полтора года закрылся бинар, там с одной стороны там были десятки миллионов, да, даже по-моему сотни миллионов баллов, а с правой стороны 300 тысяч закрылся шаг, да, это человек при таком товарообороте может закрывать шаги и получать вознаграждение от 15 долларов или 50 долларов. Это зависит уже от уровня дистрибьюторства, о котором сегодня я вам не буду рассказывать, посмотрите в качестве домашнего задания маркетинг-план. Так вот, смотрите, к чему я говорю, чем больше вы бинарные шаги закрываете, тем больше естественного вознаграждения вы получаете, то есть каждый день компания, маркетинг-план компании дает возможность закрывать бинарный шаг. Если бинарный шаг не закрылся, он переносится на следующий день. Но здесь очень важно понимать, что когда вы растете по уровню дистрибьюторства, то, соответственно, вам будут доступны предыдущие шаги, их называют шаги, и, соответственно, уже будете смотреть, какой бинарный шаг вы закрываете. Почему здесь вот этот здесь нарисован, и вот это вот написано количество бинарных шагов, их всего семь у нас, и проведена вот такая черта. Это к тому, что, ну, как бы в практике никогда ровно вы не закрываете. Не вы, а вообще все. Никогда не закрываете. Чем-то, может быть, в начале по 300 тысяч можно будет где-то, да, подгадать, закрыть, подровнять шаг. Но в последующем вы уже не контролируете товарооборот, ну, и это здорово, потому что ваши люди покупают них, потому что вы их заставляете, а потому что они сами хотят, им нравится продукт, и это на самом деле круто. Поэтому все, что, как говорится, пролетает, да, мимо, то оно дает нам, это плюс, да, оно дает нам возможность зарабатывать. И вот эта черта, она говорит о том, что, смотрите, максимальный шаг это 50 миллионов. 50 миллионов товарооборота слева, 50 миллионов товарооборота справа, и закрывается шаг, это максимальный, за который день можно, ну, если в день проходит такое количество, да, товарооборота можно зарабатывать тысячу долларов. Вот это и есть ограничение по бинару, которое не дает бинару рассыпаться, что там, сломаться, слиться и так далее, да. Вот эта черта, она говорит именно о том, что есть ограничение, все, что сверху, представляете, вот у империал-мастера, я о них расскажу позже, да, это вознаграждение по мастерству, у них проходит в день намного больше, чем по 50 миллионов с каждой стороны, мне кажется, сотни миллионов проходят, но шаг они по спонсорскому вознаграждению закрывают 50 миллионов, то есть все остальное уходит в мировой товарооборот. Вот. Как вы считаете, это хорошо или плохо? Вот. Сказывается обучение нашего стармастера, все в курсе, да. Это здорово, именно вот это дает возможность зарабатывать всем, неважно, кто когда пришел. если бы у нас была классическая система, да, вот она, треугольник, то, так что, это было, это было, то тогда бы зарабатывали только те, кто вот здесь вначале стоит, кто первый, стал того и тапки, да, вот здесь люди, а мы бы вот здесь работали все, все работали бы, они бы зарабатывали там миллиарды уже, благодаря тому, что вот это все идет вот сюда вниз на вознаграждение новым дистрибьютором. И есть возможность, неважно, в какое время пришел человек зарабатывать. Ну, конечно, понятно, что кто вот на открытии страны, и сейчас я хочу сакцентировать внимание те страны, которые находятся на предрегистрации и будут открываться в ближайшее время, в этом году, в следующем году. Вот здесь ваше внимание такое огромное. Да, понятно, что сейчас на предрегистрации компании не зарабатывают, люди не зарабатывают, да, но есть возможность это фора выстраивать структуру. Сейчас меня услышите, кто думает, что надо ждать, пока склад откроется, пока там еще что-то откроется. Это большая фора для вас, для того, чтобы пока другие ждут, да, мы знаем, что когда все бегают по одному стороне, надо бежать по другую сторону, да, потому что у нас мышление успешных людей, оно выстроено таким образом. Вот. и, соответственно, когда мы начали чего-то нового, естественно, у нас в начале и сложнее, но и легче, как Владимир всегда говорил, первым сложнее, но легче. Но благодаря такому справедливому мартинплану наши дистрибьюторы могут зарабатывать независимо от того, кто когда пришел. Вот, например, расскажу о Владимире и Митке, да, Владимир с Микой, как Владимир уже говорил, пришли в компанию два с лишним года назад, да, сначала как потребители, потом как рассмотрели это как бизнес. И считайте, что на тот момент компания была уже сколько там, да, получается, 9 лет. В Корее уже практически очень много людей, которые знают про компанию. Но, независимо от этого, разобравшись в маркетинг-плане, Владимир с Миткой решили заниматься бизнесом. И что мы сейчас имеем? Благодаря тому, что человек не послушал других людей и не сказал, что уже все в Корее знают вообще, а как бы неизвестно там, что когда откроется и так далее, все, я этим не буду заниматься, да, потому что слишком много людей уже знают. А потому что они увидели возможность, увидели эффективность самого маркетинг-плана, справедливость, вот, и действия. Естественно, привели к тому, что на сегодняшний день Владимир Смит появляется стармастерами, да, это самый высший сегодняшний день, самый высший ранг в странах СНГ, высший ранг и нет пока. Всего их семь, мы дальше рассмотрим. Поэтому здесь я хочу обратить внимание людей, которые находятся в странах на предрегистрации, в том числе, естественно, и Турция, вот, не нужно спать, нужно строить структуры, даже если у вас нет возможности, там, каких-то, много сложностей, там, логистика, таможня и так далее. Вот, поэтому вот это именно понимание всегда у Владимира на всех семинарах, на всех эфирах говорит о том, что у нас не треугольник, не пирамида, да, у нас трапеция. Именно трапеция позволяет зарабатывать любому, новому партнеру, и это большая возможность. Вот, мы пришли теперь к уровню мастерства, это второй вид вознаграждения, всего у нас их три, да, мы рассматриваем спонсорское вознаграждение, которое бинарное, оно же бинарное, да, вот, уровни мастерства, мастерское вознаграждение, это второй вид вознаграждения, ну, и третий, это 6%, которые идут на оплату центрам от товарооборота, который проходит в определенный период через этот центр. Ну, мы по центрам не будем рассматривать, мы сейчас рассмотрим уровни мастерства. Всего у нас их семь. Здесь, видите, так, так, что-то не видно, да, по-моему, закрывает. Кто-нибудь видит желтого, желтый показатель? Да, ну вот, смотрите, что-то у меня тут вылезло непонятное. И на отлично. Итак, семь уровней мастерства. Да, вот теперь черный, я вот тоже смотрю, сейчас вроде должен быть нормально. Семь уровней мастерства. Первый у нас мастер-продаж, да, мы знаем, бриллиантовые, хорошо не видно, да, интересно, почему? А, должно быть. Ну, смотрите, желтый, здесь вот такие шарики привязаны, да, это название рангов. Всего их семь. Мастера-продаж, мастера-продаж, бриллиантовые мастера, мастера-шаронской розы, стар-мастера, это четвертая ступень, роял-мастера, пятая ступень, краун-мастера и империал-мастера. Так, ну, хотела спросить, потом вижу, что я уже, оказывается, написала. Всего семь империал-мастеров в мире. Представляете, как это классно, сколько еще у нас есть возможностей с вами стать империал-мастером. Здесь я хочу рассказать о том, что каждая ступень, это не просто ранг, да, кстати, вот здесь очень важно понять, потому что не всегда партнер правильно понимает, сам по себе ранг, он при достижении ранга, вы получаете приемные вознаграждения и получаете подарки, да, но это не значит, что вы будете каждый раз получать просто так деньги, потому что вы один раз закрыли мастера, достигли ранга мастера продаж. Все в компании зависит от товарооборота. Есть товарооборот, сделали вы товарооборот компании, компания вам в качестве благодарности дает вознаграждение, не сделали, не получаете вознаграждение, вот это вот хорошо нужно понять, потому как иногда партнеры путаются, да, когда, кто такой у нас мастер продаж, мастер продаж, это первая ступень, она очень важная, и люди, которые пришли к этой ступени, особенно к автомастерству, да, мы считаем, что именно автомастера, автомастера, это которые подтверждают свой ранг два раза в месяц, вот, автомастерство является точкой невозврата, люди, которые достигли автомастерства, они уже, как говорится, все, назад дороги нет, вот, и мастера продаж, они зарабатывали до тысячи, до трех тысяч долларов, это зависит от динамных шагов, которые они закрывают, плюс получают подарочки, от компаний, ну, и единоразово, конечно, при достижении первый раз ранга, получают подарочки Хима Хим, Ивни Кеа, Пэйм, большой набор, вот, все, и деньги, естественно, да, вознаграждение за достижение ранга. Вот, если вы видите, мне не совсем видно, внизу я написала цифры, это количество мастеров в определенных вот таких статусах, рангах, в очередности Россия, Казахстан, Кыргызстан. Вот, мастеров продаж мы видим там 770, да, в России, 233 в Казахстане, 263 в Кыргызстане. Всем видим? Пририантовый мастера это вторая ступень, вот, там также по количеству можете увидеть. В СНГ всего у нас 4 ранга есть, то есть, выше стар мастеров рангов нет. Стар мастеров мы видим, что всего у нас 4 в России, 2 в Казахстане, 1 в Кыргызстане. Вот я написала здесь Талия и Мунгьем, Royal Master, это наш вышестоящий наставник. Обязательно всех наставников нужно знать, потому, чтобы понимать, в какой ветке мы находимся, в какой структуре. Это одна из самых сильных структур, я не побоюсь этого слова, потому, что по количеству лидерского состава наша структура вот от Талия и Мунгьем, она преобладала. Талия и Мунгьем, это Royal Master, кто вчера видел награждение официально в Корее на Академии Успеха, награждали наших Royal Master, и был такой прекрасный фильм. Кто видел, поставьте плюсик. Как вам понравилось? Это настолько действительно впечатляет, кто не знает, кто не знает о пути Талия и Мунгьема, хочу сказать, что первые два года они были просто потребители, покупали товар, не регистрируясь. Потом до рангомастера продаж где-то около полутора лет шли, закрывали там по одному бинару в месяц. Вы представляете, что для Кореи один бинар, 50 долларов в месяц. Но тем не менее, если есть цель, если есть намерение, принятие решения, то все, то есть бывало и руки опускались, но на сегодняшний день прошло вот сколько лет, получается, всего прошло пять лет, по-моему. И теперь это настолько показатели, результаты обалденные. Да, вот Элита пишет, расплакала себя. Действительно, это очень трогательно, и действительно, наши мастера, независимо от того, что они представляют, это получается пятая ступень, да, это люди, которые общаются с империум-мастерами, да, которых настолько, да, это такой ранг, не каждый день его встретишь. И эти люди занимаются обучением, работой с партнерами, отправкой наших посылок. я просто всегда думаю, что вот этому нам надо учиться у своих спонсоров, быть такими же партнерами и для своих спонсоров, и быть такими же спонсорами для своих партнеров. Каждый для себя должен это решить, и тогда наша команда, она просто будет непобедима. теперь про заработок, что хочу сказать про заработок мастеров. В принципе, чем дальше, тем, естественно, больше дальше будут и путешествия, и денежные вознаграждения, они больше, вы их можете всегда посмотреть в маркетинплане, у кого сколько, с ранга мастера Шаронской Розы у нас денежные вознаграждения плюс путешествия на двоих человек, но в связи с пандемией нам выплатили денежные эквивалентные, да, в денежном выражении, сумму, вот, но когда будет возможность выезжать, будет именно корпоративный выезд, то есть собирает всех мастеров Шаронской Розы именно по региону, да, тут получается, наверное, русскоязычные, и будет корпоративный выезд, да, также старые мастера тоже получают путешествия уже на более длительное время и по количеству людей больше. Ройл мастера уже получают карту, на которой ежемесячно будут начисляться балансы, ну, не саму карту, там на счет, да, будут начислять определенное количество средств, которые каждый месяц считаются на накладные расходы, да, там, вот, и империал мастер, это самый, да, наш такой, флагман, напишите, кто хочет, кто до какого ранга хочет дойти, потому что, может быть, не все хотят быть империал-мастерами, напишите, пожалуйста, ранг, до которого вы хотите дойти, ух, империал, здорово, империал, какие вы все молодцы, империал, империал, конечно, А давайте еще так, сколько лет вы себе даете до достижения этого ранга, потому что всегда должна быть поставлена дата, срок, цифра 7, 10, 10, 10, здорово, одна из задач наша задача также как лидеров взрастить своих империал-мастеров, не только стать самими, естественно, но и взрастить как можно большее количество империал-мастеров, вот, ну, у меня, например, лично моя цель, это как минимум по 5 империал-мастеров с каждой стороны, слева 5, справа 5, также, чтобы они помогали своим мастерам, чтобы у них были свои империал-мастера, и тогда будет очень круто. Отлично. Вот, и что хочу сказать в завершении, во-первых, маркетинг-план сегодня, в принципе, он только, это даже не маркетинг-план, это вот основа, скажем так, картинка, с которой вы можете более подробно изучить в роликах, потому что маркетинг-план за один раз это очень сложно, дать и понять, осознать и так далее. Обязательно посмотрите, рекомендую, опять же, ролики нашего стармастера, вот, на канале Мика и Владимир. Обязательно посмотрите. что касается основного посыла про бизнес, я могу сказать такие вещи, что здесь зарабатывать возможно, и этому свидетельствует конкретно мой путь в Атоме два года. В течение двух лет, по результатам двух лет, сегодня специально считала, в моей команде 50 мастеров продаж, 7 бриллиантовых мастеров и 1 мастер Шаронской Розы. Представляете, насколько это, насколько это вдохновляет. Люди, которые пошли два года назад со мной вместе в этот бизнес, уже все вышли на доходы. Или это люди не какие-нибудь блогеры или там, да, люди, которые там всегда были на виду и так далее. Это обычные люди, как вот мы с вами. Я тоже не какой-то там с луны свалившийся человек. Все, что на сегодняшний день есть, все навыки, они все пришли с опытом, с тем, что мы что-то делали, где-то ошибались, сделали выводы. И на сегодняшний день могу сказать, что действительно маркетинг-план работает, и для того, чтобы зарабатывать в Атоме деньги, нужно просто разобраться. Поэтому обязательно, если у вас есть желание, намерение, цель, примите решение и двигайтесь вперед. Вот конкретно по моему кейсу могу сказать, что есть люди, которые на сегодняшний день мы сейчас созваниваемся, смотрим, люди интересуются, те, кто спал два года, а те, кто это время не потратил, потому что время – это единственный необратимый ресурс. То есть даже здоровье можно поправить, а время вернуть нельзя. Поэтому не теряйте время, используйте свои знания, свои навыки, свое положение, то, что вы сейчас находитесь в предрегистрационных странах и в открытых тем более странах. Поэтому это очень здорово. Большое спасибо за предоставленную возможность. Надеюсь, я основу донесла, не стала углубляться, чтобы мозги не взорвались. Я думаю, всегда нужно еще раз 15-100 посмотреть маркетинг-план и, конечно же, все у вас по полочкам сядет. Ну и в практике. До конца я, например, мне кажется, в маркетинг-план поняла, когда обороты пошли и там свои нюансы. И действительно, в практике это более подробно. Спасибо всем большое за внимание. Всем до скорых встреч.